Это афганская женщина 100 лет назад. Это в 60-х годах прошлого века. А вот так афганки выглядят сейчас. 15 августа 2021 год. К власти приходят талибы. Они устанавливают свой режим на все территории Афганистана и вводят новые правила. Самые жесткие касаются женщин. Им запрещают демонстрировать свое лицо и тело, петь, читать вслух и громко говорить на публике, уезжать от дома более чем на 72 километра без мужа или родственника мужского пола, ездить в одиночку на такси, получать образование после шестого класса и работать во многих сферах. Талибан не позволяет женщинам даже ходить в парк и в спортзал. Они просто должны сидеть дома, готовить и растить детей. Заниматься детьми, детьми и снова детьми. То, что происходит сейчас, очень напоминает конец 90-х, когда талибы впервые пришли к власти. Тот период с 1996 по 2001 год считается самым мрачным этапом в истории Афганистана и особенно тяжелые испытания выпали, опять же, на долю женщин. Тогда их лишили всех основных прав человека и превратили, по сути, в безмолвных невидимок. Именно потому, что сейчас история как будто бы повторяется, я решила подробно изучить период первого правления талибов и разобраться, почему законы были настолько жесткими, где написано, что женщинам нельзя учиться, работать и даже выходить из дома, и как тогда другие правители, все в том же Афганистане, все эти запреты отменяли. Начало 90-х. Афганистан охвачен гражданской войной. Группа маджахедов – это борцы за веру, повстанцы с исламской идеологией, рассредоточены по всей стране. У них нет центрального командования, все воюют со всеми, терроризируя местное население. В 94-м на юге Афганистана формируется движение, которое возглавляет Мула Мухаммед Амар. Мула Амар преподавал в медресе, так называют религиозные исламские школы. Он собрал своих учеников и призвал их навести в стране порядок. Так появилось движение «Талибан», дословно переводится как «студенты». Костяк талибов составляли пуштуны – это самая многочисленная этническая группа в Афганистане. В том числе по этой причине их поддерживало местное население. Плюс талибы обещали мир и стабильность, чего афганцам, уставшим от междоусобных войн, очень не хватало. Борцы за веру быстро взяли под контроль провинцию Кандагар, которая в итоге стала их колыбелью. Затем двинулись на север и в 1996 году захватили Кабул, свергнув официальное правительство. Талибы основали Исламский Эмират Афганистан и вели строгие законы шариата. Шариат – это свод правил в исламе, на которые ориентируется мусульманин. Основной источник этих правил – Коран. Афганистан и до прихода талибов был очень религиозной и консервативной страной. Но исламские законы, которые вели бородатые мужчины с автоматами, были куда жестче прежних. У талибов действительно специфическое понимание ислама. Ислам, он в принципе предполагает возможность дискуссии, возможность интерпретации. Ислам, он не един. Есть разные школы внутри ислама, масгабы, так называемые, учения. Ислам, он открыт к интерпретациям. И вот у талибана такая интерпретация. Талибы подчинили жизнь афганцев Министерству по пропаганде добродетеля и предотвращению порока. Это карательный орган, исполняющий функцию полиции нравов. Министерство запретило музыку. Наиболее радикальные исламские проповедники считают, что она изменяет сознание, как, например, алкоголь. А все, что меняет сознание в исламе, под запретом. Музыкальные инструменты публично сжигали на стадионах, а вместе с ними уничтожали видеомагнитофоны и телевизоры. СМИ не было. Работала только одна станция – голос шариата. Кинематограф считался порочным, как и театр, живопись и нерелигиозная литература. А вот что осталось от монументальных статуй Будды. Памятнику ЮНЕСКО было больше полутора тысяч лет. В 2001 году статуи были уничтожены по приказу Мулы Амара. Бог един, а эти статуи поставлены для поклонения, что ошибочно. Они должны быть уничтожены, чтобы не быть объектом культа ни сейчас, ни в будущем. Талибы были против любых азартных игр, к которым они относили шахматы и нарды. Под запретом был футбол из-за формы одежды и даже воздушные змеи. Последний запрет вдохновил писателя афганского происхождения Халеда Хассини написать свой роман «Бегущий за ветром», полный боли за афганский народ. Министерство запретило изображения живых существ и фотографий людей, потому что создавая такие изображения, человек уподобляется творцу. «Каждый, создающий изображение, будет в огне. И каждому созданному им изображению будет дана душа, которая будет причинять ему мучения в аду». Доходило до абсурда. Жители Афганистана даже не знали, как выглядит их верховный лидер Мулу Амар. Человеческих лиц и фигур лишились даже банкноты. Их заменили изображения мечетей. Washington Post очень точно назвал Афганистан при талибах страной без лица. Самые жесткие правила коснулись женщин. Талибы тогда считали, что их место либо дома, либо в могиле. Афганских женщин облачили в бурку. Это одежда, полностью закрывающая лицо и тело, с сетчатым окошком для глаз. Им запретили носить носки и обувь белого цвета, поскольку это цвет флага талибана. Афганцев заставляли закрашивать окна первых этажей черной краской, чтобы непокрытых женщин не было видно с улицы. Им не разрешали выходить из дома без махрама, родственника, мужского пола или супруга. Талибы запретили им работать. В итоге десятки тысяч женщин, потерявшие мужей, остались без денег. Единственное послабление тогда сделали для медицинского сектора, так как врач-мужчина осматривать женщину не может. Это главным образом, скажем, акушерство, гинекология. Но и при этом за женщинами существовал контроль. При этом, скажем, было строгое требование, которое предписывало тем женщинам, девушкам, которые посещают врача. Они должны были быть в сопровождении родственников мужского пола. Это, кстати, требование, которое талибы вернули в 2021 году. Самый мощный удар пришелся по образованию. Женщинам запретили учиться. Девочкам старше 8 лет нельзя было ходить в школу. В Кабульском университете не осталось ни одной студентки. По данным ООН, к 2001 году доля девушек хоть с каким-нибудь образованием была равна нулю. Талибы жестко расправлялись с нарушителями своих законов, применяя в том числе телесные наказания. Если под буркой появлялся хоть дюйм лодыжки, могли избить. За лак на ногтях отрезать кончик пальца. За прелюбодеяние, то есть измену, побить камнями. Женщина, у которой, например, были отношения до брака с мужчиной, или, возможно, эта женщина забеременела до брака. Эта женщина в хиджабе, покрытая, встает в центр. И мужчины, в основном мужчины, иногда женщины тоже, встают вокруг нее. И все кидают камни. Кидают камни, пока она не умрет. Быть женщиной в Афганистане 90-х было настолько сложно, что проще было притвориться мальчиком. И в Афганистане даже есть целая традиция – бача-бош – дословно переводится как «переодетая в мальчика». В некоторых семьях дочерей маскировали пацановей, чтобы они могли выходить на улицу и быть в безопасности, учиться и работать. После погружения в этот жуткий период первого правления талибов, сложно представить, что когда-то женщины в Афганистане жили совсем иначе. Они могли носить юбки, водить машины, курить в публичных местах, учиться и работать. Женщина могла даже стать министром. Это королева Сырая. Ее называют первой феминисткой Афганистана. Она открыла начальную школу для девочек в Кабуле. Издавала женский журнал, где опубликовались статьи о правах женщин. Выступала за отмену чадры – одежду, закрывающую все, кроме носа и глаз. В 1928 году она демонстративно сняла платок в присутствии мужчин, находясь при этом на официальном мероприятии. Вы думаете, что нашей нации нужны только мужчины? Женщины тоже должны принимать участие, как это делали женщины в первые годы нашей нации и ислама. Мы все должны стремиться к тому, чтобы получить как можно больше знаний, чтобы впоследствии мы могли служить обществу так, как это делали женщины раннего ислама. Супруг Сыраи, король Афганистана Амуналлахан, в 20-е годы активно модернизировал страну. Проводил социальные реформы и эмансипировал женщин. Он выступал против многоженства, детских браков и разрешил афганским девушкам выбирать себе мужа, что по тем временам было просто немыслимо. Открывал публичные библиотеки и школы и даже отправлял девушек учиться за границу. Самый надежный путь к прогрессу – это приложить все усилия к тому, чтобы дать нашим сыновьям и дочерям образование в соответствии с современными стандартами. Главное условие нашего прогресса – это отказ от устаревших, изживших себя идей и традиций. Амуналлах опередил свое время. Он реформировал религиозную страну, в которой люди всю жизнь придерживались традиций. Именно традиции и законы шариата в первую очередь определяли их жизнь. Поэтому прогрессивные реформы консервативным афганцам не нравились. Они шли вразрез с их привычным укладом и противоречили исламу. Поднялось восстание, король покинул Кабул и все вернулось на круги своя. Женщин снова обязали носить чадру и закрыли дома. Спустя 30 лет положение женщин снова улучшается. Наступает золотой век Афганистана. Или, как еще называют это время, десятилетие демократии. Женщины получают возможность учиться в университете и работать. Обязательное ношение чадры отменяется. А в 1964 году принимают новую конституцию Афганистана, которая расширяет права женщин. Вот так выглядели афганки в то время. Они носили европейские платья, ходили в салоны красоты и свободно перемещались по Кабулу. Они преподавали, занимали места на госслужбе, работали в больницах и даже авиакомпаниях. Соблюдение религиозных норм и обрядов было необязательным. Открывались кинотеатры, рестораны, клубы. Кабул превращался в современный космополитичный город. Я родился в 1966 году и при короле Мухаммаде Захишаре. Это был именно расцвет постепенной, очень естественной модернизации прогресса в Афганистане. Когда приезжали европейцы в Афганистан, они с таким воодушевлением смотрели на Кабулу и говорили, на востоке имеют три Парижа. Париж номер один – это Берут, Париж номер два – это Тегеран и третий Париж – это Кабулу. Могли там увидеть исключительно восток в афганской интерпретации и тут же увидеть самое, что нет, современный Запад. Со всеми свободами. На рекламу, минусами, какие угодно. Принусами, минусами, все это. В этот период в Афганистане кипит бурная политическая жизнь. В 1978 году произошел военный переворот и к власти пришли местные коммунисты. Формально они тоже давали женщинам свободу. Вместе с мужчинами они должны были строить социализм. Но реформы проводились быстро и резко, без учета афганских традиций. Против нового режима восстали защитники ислама и традиционных ценностей – те самые баджахеды. Все они столкнулись, братья столкнулись. Один брат – баджахед, другой – ливасского мировоззрения. Это шла, эта война, эта драка. По всему Афганистану не было места, где бы эта война не шла. В городах взрывались бомбы, убивали, терроризировали, совершали красивые акты. Не сказали школы, не сказали мостов, электростанции, плотин. То есть по всей стране была ситуация не очень хорошая, не мягкая была. Естественно, что о каком-то развитии говорить не приходилось. И особенно права женщин. В 1979 году Советский Союз ввел войска в Афганистан. Началась долгая война. История этой страны развивается как бы по синусоиде. И каждый раз демократизация заканчивается новыми запретами и возвращением к жестким законам ислама. Афганистан – очень разделенная страна. Совсем небольшая часть населения проживает в крупных городах. Большинство же сосредоточено в селах. И за пределами Кабула традиции, консервативные взгляды и главная религия исторически всегда доминировали. А Амула мог пользоваться большим авторитетом, чем король или президент. Многие люди в Афганистане даже не знают своих прав, поскольку у них нет образования. У них есть только традиции, и поэтому они даже не знают о своих возможностях. Когда, например, Талибан заявляет, что женщинам не следует ходить в школу, они говорят – да, это хорошо, это неважно, не ходите в школу. Попытки эмансипации женщин всегда обостряли конфликт двух миров – старого и нового, традиционного и прогрессивного, религиозного и светского. В этом специфика афганского общества, где только на короткие периоды времени к власти приходили условно называемые реформаторы, люди, которые пытались продвигать какие-то ценности, западные нарративы. И даже в периоды демократизации, западный наряд, образование, карьера были доступны только небольшой части элиты в Кабуле. Остальные афганские женщины в это же время выглядели вот так. Они все так же носили бурки, рано выходили замуж, не могли учиться и работать, то есть никакой свободы у них не было, даже когда по центру Кабула женщины ходили в европейских платьях. И знаете, что поражает больше всего? В стране, которая признана самой опасной для женщин, есть свои феминистки – девушки, которые, несмотря ни на что, борются за свое право на альтернативное будущее. Один из примеров такого сопротивления – подпольные школы для девочек в конце 90-х. Когда у власти были талибы, тысячи детей посещали такие секретные заведения. Они маскировались, к примеру, под школы шитья, и как только приближалась полиция нравов, дети прятали книги и доставали швейные ножницы и иглы. Если бы преподавателей таких подпольных школ поймали, их как минимум бы арестовали, как максимум приговорили к смертной казни, но они шли на риск. Не сдаются афганские женщины и сейчас, несмотря на то, что их жизнь снова контролирует то самое министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока. Я сам своими глазами видел, как, опять же, храбрейшие афганские девчонки шли на талибов с камнями и закидывали их камнями, ругая их какими только можно словами. Вот я такой храбрости и смелости наверняка в своей жизни не видел. Афганские женщины тайком получают образование онлайн, посещают подпольные салоны красоты, выходят на улицы и требуют вернуть им право на работу и образование. А после того, как талибы признали их голос интимной вещью, они начали петь. Это очень и очень опасно. Но они делают это, потому что голос правды, голос мира никогда не должен замолкать. И женщины не сдаются. Вы знаете, в новостях можно увидеть, что многие афганки сейчас находятся в тюрьмах. Также многие из них эмигрировали из Афганистана в другие страны. Мы жертвуем всем ради будущих поколений. Но почему каждый раз больше остальных страдают именно женщины? В чем они виноваты? А дело все в том, что женщина в любой культуре – это живое воплощение будущего. Она продолжает род. Хочешь это будущее подчинить себе – подчини женщину. Вы понимаете, что если женщина была, она училась, она закончила университет, она никогда не родит талиба. Она никогда не родит такого джихадиста, террориста. Ни одна грамотная женщина, тем более афганка, никогда не родит талиба. Потому что она грамотная. Она понимает жизнь, она понимает мир. Поэтому надо уничтожить умственно афганскую женщину, превратить ее в машину для рождения детей, посадить ее в этот четырехугольник, который называется дом для талибов. Вот что они хотят. Вот куда они ведут афганскую женщину. Говорят, что талибы, вернувшись в 2021 году к власти, не узнали Афганистан. За 20 лет страна стала менее изолированной. Появился доступ к интернету. Успело вырасти целое поколение женщин, которые закончили университеты, устроились на работу, выучили языки. Подавлять таких женщин, которые знают о своих правах и готовы за них бороться, уже куда сложнее. Сами талибы тоже изменились. Внутри их движения раскол. Среди них есть те, кто уже не придерживается настолько радикальных взглядов. Но пока правят бал консерватора, которые так и не решились дать женщинам свободу. Может быть, они просто боятся тех, кто готов рискнуть жизнью ради того, чтобы ходить в школу. Субтитры создавал DimaTorzok